Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, это игра Планет Номадс, и мы продолжаем играть. Здесь вышло довольно-таки приличное количество обновлений, точнее, не приличное, а просто вышло обновление и багфиксов. Почему вот я не сразу снял обновление? Потому что вышло оно, и моё сохранение перестало работать. Я не знаю по каким причинам, но после, по-моему, третьего багфикса всё вроде бы заработало, да? То есть всё вроде бы заработало, и всё стало на круги своя. Ну-ка, ну-ка, вот давайте как раз-таки вот-вот забрали, доделали. То есть всё сохранение заработало, и я теперь могу поиграть и показать вам, что добавили нового. В первую очередь вы видите, что моя станция, моя база не запитана совершенно. То есть здесь, как видите, совершенно нет электричества, хоть транспорт-то двигается, чёрт возьми. Вот интересно. Ты как вообще? О-о-о, ребят. О-о-о, он вообще не шевелится. Я боюсь, что... Я боюсь, что... О-о-о, боже мой. Да, именно этого я и боялся. Именно этого я и боялся, да. О-о-о. Видите, какая система новая? То есть теперь везде за всё нужно платить. Имеется в виду электричество. Давайте попытаемся, попытаемся что-то придумать. Во-первых, у нас есть ураниум, да? Давайте возьмём ураниума. Его немного, но всё-таки возьмём. Возьмём. Отлично. Так, дальше. Загрузим его в батарею. Хотя здесь, кстати, 200 вот есть вроде. А, нет. Написано, что 0 из 0. Так. Серьёзно? Я не могу бросить сюда. Это не фуэл, что ли? Это не то? Серьёзно? А, это биогенератор. А, ну да, это же биогенератор. Биогенератор-то работает от биотоплива. Значит, ему нужно взять и положить в инвентарь вот это вот. То есть биотопливо ему нужно. Давайте попробуем. Заработало. Ну, что-то, видите, видите, заработало, да? То есть что-то хотя бы зафункционировало. Так, окей. Если мы возьмём ещё биотопливо. И да, да, ребятки. Я честно скажу, я не знаю конкретно, как тут работает теперь всё. Потому что есть, есть свои непонятки. Биотопливо здесь написано у нас сколько? 5 часов 49 минут. Непонятно, реального времени или, или, как сказать, хотя 26, хотя в реальном времени идут секунды. Так что я так понимаю, хм, но если так, то это отлично. И последний у нас осталось запитать. Это последний генератор. На него нам, наверное, нужно будет накопать ресурсы. Так, есть у нас, есть. Собрали довольно-таки приличное количество. И, как видите, здесь можно загружать очень много. И самый прикол в том, что теперь мы можем не только загружать сюда ресурсы сами, но и они могут загружаться, я так понимаю, автоматически. Потому что теперь-то мы можем подключить эти установки к нашему, ммм, к нашему общему складу, допустим. Ну вот к этому. То есть подключить, если мы здесь сделаем, конечно же, проход, подключить. И тем самым мы сможем обеспечить себя автоматической переработкой, наверное, автоматическим питанием, да, так скажем. Давайте это и попытаемся сделать. Я сейчас скрафчу себе здесь проход и трубы проведем и посмотрим, что из этого получится. Дальше есть такое вот очень приятное тоже добавление. То есть теперь мы, когда смотрим на инвентарь, на крафты, где, ну, крафтится, да, устройство, 3D принтеры, короче, устройство для крафта. То мы видим, что в них крафтится в данный момент. И то, что будет лежать, я так понимаю, то есть будет вот здесь, допустим, какие-нибудь предметы будут в инвентаре, 3D принтеры лежать, они будут отображаться здесь. И это круто. То есть в режиме, конечно же, строительства, то есть, видите, здесь показано вообще все, на самом деле. Что запитано, что не запитано. Я вот как раз туда перенес, потому что вот это вот устройство, которое у нас будет крафтить уже продвинутую еду, его нужно, наверное, вот сюда вот будет поставить, потому что его тоже можно подключить к системе крафтов, да, и тем самым, ну, к системе вообще, логистической системе. И вот здесь даже 61 и 120 тоже круто написано, что теперь понятно, сколько у нас места, хранится. В общем, очень такие удобные вещи, на самом деле, стали твориться. Я вот здесь вот потихонечку крафчу, потихонечку развязываюсь, видите, уже подключил трубы. Сейчас мы еще должны добавить, вот здесь вот я достроить должен, да, вот это вот, потому что я здесь переношу и продолжу строить трубы. Вот, собственно говоря, сейчас произойдет подключение. Сейчас давайте, вот, ну уже давай. Ну вот, вот, как всегда хочется, чтобы было получилось хорошо, в итоге получается, как всегда. И... Как видите, устройство запитано, работает 5 часов 3, то есть, она взяла, значит, это устройство взяла из... Только почему вот зеленой такой полоски нет, не знаю, не понимаю. Так, то есть, она взяла из системы топлива и, собственно говоря, заработала. То есть, только мне его нужно было переставить, и теперь у нас не работают фонари. Сейчас все переподключим. Есть теперь, опять как в больнице, бело и светло. Так, это вот первый момент такой был, но теперь не забывайте, что можно уже переходить на ядерное топливо, Ведь уран будет у нас тоже функционировать таким же образом. То есть, мы можем вот так вот в упор поставить, допустим, поставить батарею. Давайте попробуем. Сейчас у нас должно хватить ресурсов скрафтить. Так. То есть, подключение произошло. Но, как видите, почему-то уран не пошел. Почему? Потому что он весь здесь. Так, ну-ка, давайте вот сюда его сложим сейчас. Пам, посмотрим теперь. Нет, я вижу, что он не подключен. Я вижу, что он, видите, не подключен. Так. Тогда у меня есть мысль другая. То есть, мы должны здесь сделать разветвление, которое должно подключать отдельно, отдельно из инвентаря этот предмет. Но, сначала мы проверим, вообще он работает от урана. Ну, или как это? Да, уран, да, все правильно. Хотя, на самом деле, по-хорошему-то топливо какое-то нужно. Ураниум-генератор. Ураниум. Пытаюсь положить. Нет, не работает. Я не знаю, почему, может быть, на самом деле, какие-нибудь ячейки энергетические появились. Кто знает. Нет, ничего такого не вижу. Так же не вижу здесь вот. Но это и так было. Они же не из урана делаются, да? Не из урана. Ну, в общем, честно говоря, что-то я немножечко... Не понимаю. Не понимаю, что мне делать с ураном теперь. Может быть, кто-нибудь знает, напишите в комментариях. Буду благодарен. Так. Так вот так вот, вот так вот. И сейчас мы в склад сюда положим все. Он просто не складывается. Так. Давайте дальше. Дальше у нас есть некоторые новые блоки. Новые блоки это... Вот такая вот Large Green House. Система выращивания продуктов, но в большом объемах. Ну, в больших объемах, да? И это вот интересно. Наверное, давайте-ка я его сейчас и построю. Строить я буду его наверху. И посмотрите, размерчики. Размерчики прям впечатляют, я бы сказал. Только давайте его где-нибудь вот здесь вот, наверное, поставим, да? И развернем его вот так вот, наверное, да? Хотя здесь видно, что подключение трубы. И здесь подключение трубы. Ой. То есть с обоих сторон можно подключить трубу к ним. Значит, у них есть инвентарь. Ну, в принципе, так и было показано. Очень быстро построился. И, как видите, это вот такая вот штуковина, в которой мы можем растить растения теперь в больших количествах. Но здесь нужно сначала электричество. И все-таки надо с ураневым генератором как-то разобраться. Ребята, я обратил, что вот смотрите, здесь вот такая вот штуковина нарисована. И fuel usage, то есть, юзается топливо вот здесь вот нарисовано. Какое? То есть, видите, какой-то стержень или что-то типа такого. Давайте посмотрим. Посмотрим, что это за стержень. Где-то, значит, его можно скрафтить. Где только вот вопрос. Ну, явно не здесь. Тоже явно не здесь. Потому что, ну, видите, его здесь нету. Так, дальше. Давайте сюда тоже нет. Сюда тоже нет. Есть устройство, которое я еще не строил. Это вот тоже появилось. Это вот такой вот маленький. Давайте его построим. Маленький 3D принтер. Медиум. Только нам electric parts нужно. Ну-ка, давайте закажем. Закажем, закажем. Так, механизмы. Так, можно сразу побольше заказать. Так. Отлично, понесло. Сейчас она скрафтит. Так, ну, странно, странно, странно. Опять же, странно. Кстати, эти можно убирать, потому что у меня теперь три принтера стоят. Они подключены к системе. И так намного выгоднее будет крафтить. Единственное, что здесь вот можно это скрафтить, но такое. И здесь вроде бы... Да, а нет, теперь патроны можно. Раньше вроде нельзя было патроны крафтить. Так, видите, 3D... Ой, как-то... Wi-Fi заработал. Все отлично. Да, ребятки, это именно та штука. Это именно для того, чтобы делать... Сейчас я давайте расположу как-то более круче, что ли, наверное. Вот это уберем. Сначала я думал, что это просто маленький 3D принтер. А оказывается, нет. Это... Medium Refinery. И вот здесь вот, собственно, можно делать что-то как... А, стержень охлаждения, что ли? Дейтериумовый генератор. Дейтериумы. Дейтериумы, это так и называется. Офигеть. Его тоже можно, кстати, подключить к системе труб. Трубу можно провести поверху, либо просто сюда, на самом деле, подвести это устройство, кстати. И тогда нам подводить ничего не надо будет. Так, ребят, не знаю зачем, но я все-таки провел трубу так, по крайней мере, индустриально выглядит. И здесь у меня уже, ну, пока я всем этим занимался, у меня произвелось 30 уже уранимых вот этих вот стержней. И... Давайте подключим. Давайте подключим генератор. И одну штуковину нужно сделать. Я сейчас вот прям вспомнил. Так, все. Здесь у нас написано 11 часов 59 минут реального времени, так как за кадром здесь ничего не работает, потому что... Ну, в общем, 11 часов реального времени игрового будет это все работать. Один! Один! Понимаете? Один! Один стержень, ребят. Один. И ватт вырабатывается 2000. По сравнению с этим вырабатывается 250. А здесь 11 тысяч. Ну, понимаете, что за 11 тысяч я вообще все могу здесь запитать. Вот, серьезно. Просто вот один ураниваемый генератор может запитать реально все. Просто вот прям вот бам-бам. Что тут еще? Что-то было не запитано. Что-то вот эти вот бам-бам. То есть вообще все могу запитать. 11 тысяч, ребята. Ну, это много, конечно. Так, окей, окей. Дальше. Дальше. Что же это вообще такое? Это у нас как раз таки я говорил. Это мы здесь можем выращивать растения. Эту штуковину можно подключить к складу и, так скажем, все использовать сразу из склада. Единственное, что воду автоматически не добывает. Ее все-таки придется ручками черпать и наполнять бутылочки. То есть, понятно. Дальше с напряжением, кстати, скорее всего не хватит, да, вот на такое расстояние. Ну-ка, давайте просто мне интересно. Вот-вот. У меня вот тут здесь шахтер стоит. Ну, видите, нет, ну, на такое расстояние не получается. То есть, в принципе, берем стержни, да, устанавливаем на транспорт эту такую установку и все нормально. И наш транспорт запитан. Чем же питается теперь наш транспорт? Здесь он питается вот этими батареями, которые до этого восстанавливали нам энергию. Конечно, глупость была, на самом деле, на мой взгляд. Но теперь вот их можно делать. Вот они. И, собственно, они будут нам восстанавливать нашу систему. Давайте закажем, кстати. Давайте закажем вот, допустим, 10... Нет, давайте 20 вот таких вот. Здесь вот. Окей. Потом 20 вот таких вот. Как видите, здесь раньше этого не было здесь. Так. И теперь можно заказать как раз-таки 20 вот этих батарей. Но они еще не скрафтились. Интересно, он будет из системы инвентаря? Вот из этого инвентаря брать для крафта суда. Как видите, я говорил, что показаны предметы, но они не показаны последний крафтовый предмет. Вот здесь вот это понятно, да? Так. И, кстати, я могу сразу уже 20 заказать. И даже если материала не будет в базе, как видите, он начал крафтить, не будет, допустим, в базе данных, не знаю как, в логистической системе не будет, то он все равно дождется, когда я ошибся. Давайте вот так вот все-таки сделаем вот так вот 20. Вот 20. Вот. Вот теперь точно должно получиться. А сколько там требуется на одну? Один и один. Ну, в принципе, недорого. Единственное, теперь хочется посмотреть, насколько, насколько вот этой одной батареи хватит на то, чтобы проработать. Ну, по времени. Так, здесь, кстати, вот видно, что батареи насколько запитаны. Очень удобная вещь. Раньше этого не было. Давайте разделим. А как разделить-то? Ну, я... Господи, взял, выкинул батарею. Я думаю, крестик это, ну, не выкинуть, а просто, типа, ну, как бы, отменить действие, да? То есть вот так вот. Ладно, окей. То есть наш транспорт теперь нужно заряжать. Один час тридцать девять минут. Один час тридцать девять минут. Ну, в принципе... Тут сорок девять минут почему-то. Здесь сорок девять. А-а-а! Все понятно. Это, оказывается, показано... Стоп. Это значит показано, что не... Вот здесь вот не одиннадцать часов, да? То есть будет работать. А будет работать один час и пятьдесят... Пять минут. Странно. То есть два часа примерно будет работать, но... Странно, конечно. Окей, окей. Я... Его нужно подключить к системе инвентаря, и тогда будет все в порядке. Кстати, а вот прохода... То есть дырочки... Дырочки вот вниз у нас нету. То есть я трубы не могу подключить... Горизонтально, что ли, получается, да? Так, эта часть... А, ладно, она вам пока не нужна. Так, давайте я накрафчу предметы и посмотрим, как вообще запитать всю эту структуру. Но, честно говоря, вот так вот мне и не нравится с батареями. Тогда раз такое количество... То это же пипец. То есть мне придется что? Каждый... Каждый подключать, подключать, подключать. В каждую класть... Класть... Ну... В каждую класть батарею. Тогда лучше какой-нибудь один генератор взять вон. То есть... Какой-нибудь ядерный, да? На уране. И все, и чтобы оно работало. Короче, накрафтим сейчас батареи, посмотрим. Так, есть подключение. Есть у нас подключение. И здесь, как видите, сразу у нас все нормально. 7 часов. 7 часов. Да, 7 часов. А почему 7? Здесь вроде стержней не должно находиться. Ладно, скинем их сюда. Так, и здесь я перенес в склад все предметы, которые нужны для крафта. Вот здесь вот растение. И вот, собственно говоря... Вот. Давайте попробуем. Давайте, ну, штук 20. Что? Целый час, представляете? Целый час будет крафтиться. И при этом, при всем... Не хватило всех предметов, да? То есть у меня семечек здесь не хватило. И целый час будет это крафтиться. Очень медленно, ребят. Очень медленно. Тогда что-то, типа... Немножко не понимаю, в чем суть вот этого большого такого, да? Ну, большого, то, что он автоматически становится, да? То, что он подключается, как бы, следующий уровень. То есть... Вот в таком мы вручную складываем. Ну, и вот... И вот, ребят, тогда автоматизма, я не понимаю, типа... И так же вручную складываем, и так оно медленно крафтится. То есть... Ну, ладно. Окей. Окей. Следующее, что я бы хотел в этой серии еще проверить, это, конечно же, подключить все... Все... Ммм... Батареи, да? То есть я вот здесь специально ее отключил. Потому что... Вот тоже еще один минус, да? То есть я не могу отключить батареи полностью сразу все. Мне придется вручную, представляете? Вручную каждую батарею включать и выключать. Это... Довольно-таки морока, на самом деле. То есть... В начале, когда... Ммм... В начале, когда вы начинаете, понятно, что... Вы не сможете построить другой аппарат. Вам придется на таких батареях строить аппарат. Потому что других у вас не будет. Вы не сможете... Хотя, стоп. Можно попробовать... Ммм... Можно попробовать на биогенератор. Хотя они слишком тяжелые и вам... Не получится запитать все. Короче, в любом случае придется, похоже, именно сначала на них строить. Потом придется... Ммм... Перестраивать устройство и как-то создавать на основе уже уранового генератора. И, скорее всего, вот этим, наверное, и нужно будет мне заняться. Потому что... Урановый генератор и только урановый. 11 тысяч электричества. Это очень круто. И как раз-таки запитает весь... Весь мой транспорт. Так, ну что ж. Вот здесь еще не хватает двух генераторов. Так, по-моему... По-моему, вот в этом я остался. Смотрите, прям ровно как. Проверяем. Да, все включилось, как видите. Все включилось, все заработало. Да, и мы поехали, ребятки. Бам, что-то скакнуло. Не знаю почему. Ну ладно, самое главное... А, там яма слишком большая. Самое главное, мы двинулись. Это круто. Все круто, на самом деле. Но вот я еще раз повторюсь, что проблема только в том, что вот мы приезжаем обратно на базу, да, домой. И, допустим, мы начинаем чем-то заниматься на базе. А, время-то тикает. Электричество тратится, да, то есть. И здесь вот нам придется, чтобы экономить, да, если мы хотим сэкономить, то нам придется каждый генератор отключить. И вот это вот, конечно, не очень круто. На этом я буду заканчивать. Ребят, обновление крутое. У игры есть будущее, конечно. Она развивается довольно-таки интересно. Посмотрим, что дальше будет. Я буду следить за этой игрой и радовать вас обновлениями. Надеюсь, вам нравится. Всем всего удачи и пока.